Русский научный форум Всемирного Русского Народного Собора состоялся в здании научной библиотеки Казанского Федерального Университета. Модераторами открытой дискуссии выступили Константин Муафеев, кандидат юридических наук, учредитель Института Царьград и Александр Дугин, доктор политических наук, доктор социологических наук, директор учебно-научного центра Высшая политическая школа имени Ивана Ильина Российского Государственного Гуманитарного Университета. Мы всех приглашаем вас сегодня высказать вашу точку зрения на то, что с вашей точки зрения, как вам кажется, хорошо или недостаточно хорошо в нашей эпистемологии в широком смысле. Сегодня мы решили ограничиться только гуманитарными, социогуманитарными дисциплинами, оставив естественные науки в стороне, подразумевая, что там все хорошо. Если, конечно, там погрузиться, наверное, это все будет не совсем так. А вот, что касается социогуманитарных наук, то здесь настолько все очевидно плохо, что и даже доказывать это не стоит. На открытии мероприятия присутствовали ведущие российские ученые, специалисты в области высшего образования, представители русско-православной церкви, российские государственные и общественные деятели. Участники пленарного заседания выступили с приветственной речью и поделились своими мыслями по теме форума. Она стала острой и наиболее актуальной в последнее время. Нынешние геополитические приоритеты создают новые условия для формирования мировой культуры, в частности российской. По словам выступающих, сегодня необходимо произвести общими силами глубинные реформы в сфере общественных наук, которые все еще, к сожалению, ориентируются на критерии, нормы и индексы, внедренные цивилизацией Запада. Этот вопрос очень важен для нас, как для научно-образовательного учреждения, так и для наших студентов, которые мы фактически здесь тоже воспитываем. Важен для всего академического общества нашей страны его дальнейшее поступательное развитие, несмотря на внешние ограничения. Я уверен, уважаемые коллеги, что форум пройдет в атмосфере взаимопонимания, а выдвинутые предложения и инициативы обязательно будут востребованы. Традиции у нас преподавания социально-гуманитарных наук, да и тех же политических наук, очень серьезные, глубокие. Это непреложный факт. Взять хотя бы без малого 270 лет назад по предложению Ломоносова в составе Императорского Московского университета, одно из первых десяти кафедр, была создана кафедра политики. Еще одна цифра, 1804 год, новый устав, высочайше утвержденный, императорских московских университетов, их было, по-моему, четыре, да, четыре в то время, были созданы факультеты, факультеты тогда назывались отделениями, факультеты нравственных и политических наук. И 30 лет эти факультеты работали, готовили кадры, как мы сейчас бы сказали. Эти кадры проводили великие реформы и всячески помогали законодателю в развитии той государственно-политической системы, которая была в то время. На деле в российской социогуманитарной науке до сих пор преобладают деструктивные аксиологические установки. Эти тенденции, по словам экспертов, нуждаются в критическом переосмыслении и исправлении в свете современных тенденций и задач, стоящих перед нашей страной. Идея цивилизационного суверенитета России должна идти в четкий противовес европоцентризму. Традиционные духовно-нравственные ценности и цивилизационные идеалы, с одной стороны, предохраняют науку от ценностных девиаций, создающих угрозу человеку и природе. С другой же стороны, именно они, как источники цивилизационного своеобразия, являются стимулом развития науки. Мое предложение, давайте мы создадим, ну то ли в рамках нашего института, это не имеет принципиального значения, он у нас и так создается, или вот представитель Градии института, да, который создан, но создадим экспертный совет по оценке подходов психологии, психотехник на предмет духовной безопасности. Здесь важен не только наш религиозный взгляд, но еще и научный. И соответствие этих идеологий, заложенные в этих подходах практической психологии, вот на предмет соответствия нашим традиционным ценностям. Научный форум собрал лидеров мнений, чтобы найти методы по суверенизации высшего образования, разработать научное мировоззрение с опорой на традиционные российские духовно-нравственные ценности, принять методику для преподавателей и ответить на главный вопрос, что такое деколонизация российского научно-образовательного пространства. Отметим, что форум состоялся при поддержке Министерства науки высшего образования Российской Федерации, руководства Республики Татарстан, Казанского федерального университета, а также Института Царьград. Карина Саяхова, Николай Осуховский, Тимур Табаров, Хафиз Гараев, Ахмаджон Оев, Богдан Священко. Универ Новости.